Дорогие братья, приезд большого количества туристов в нашу республику — это и благо, и это испытание. Когда мусульманин позволяет себе вольности в отношении противоположного пола, и этот противоположный пол, если неверующий, то этот грех становится намного тяжким. Постараюсь объяснить, почему. Всевышний Аллах в Священном Куране говорит, В обращении одного из пророков Всевышний Аллах приводит эту мольбу, «О мой Господь, не делай нас испытанием для тех, кто не уверовал». Если поступки мусульманина заставляют, утверждают неверующего в его неверии, поддерживают заблудшего в его заблуждении, за этот грех будет двойной спрос. Спрос за ослушание и спрос за смуту, которую он вводит, ввергает неверующего. Потому что неверующий приезжий смотрит на вас, молодые люди, как на мусульман. И было очень больно услышать об одной истории, в которой, когда некоторые молодые люди в Дагестане, позволившие себе вольности в отношении приезжих туристок, те напомнили им о том, что ведь вы же мусульмане. Я считаю это очень большим позором для мусульманина. Аллах в Священном Куране говорит, притупляйте свои взоры. Посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи и вассаляма говорит, и оба глаза совершают прелюбодеяние. Их прелюбодеянием является запретный взор. Дорогие дагестанцы, молодые люди, будьте теми людьми, которые оставляют в сердцах приезжих наших гостей только добрые воспоминания и лучшие впечатления о вас, как о мусульманах. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он защитил нас всех от подобных испытаний, и мы стали примером и образцом для всех в своей покорности своему Создателю. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.